Латвия Настроение открыто То молча им потворствует При этом я даже не собираюсь говорить О традиционном уже голосовании Генассамблеи ООН По осуждению нацизма И о тех странах, которые традиционно Выступают против Это как правило США, теперь Украина А дальше там меняется состав Палау, Канада И дальше воздерживаются те страны Европы Которым есть вопросы По тяжелому времени Второй мировой войны Но вот этот год характерен Во-первых, резким всплеском правых настроений В Европе и в мире Во-вторых, тем, что О чем мы много говорили на этой передаче Если угодно, то попытка В том или ином виде протащить Реабилитировать Нацизм В том числе и включая в его худших проявления Которых мы знаем Времен Второй мировой войны Тоже, увы, прослеживается Что с этим делать? Как остановить эту тенденцию? Есть ли в этом опасность? Или отнестись к этому, как Посоветовали недавно в одной американской газете Которую сказали Да вообще какие-то странные эти люди Они почему-то все цепляются за Великую Отечественную войну Надо уже расслабиться, забыть Они должны стыдиться Говоря о русских своим прошлым А не гордиться им Что-то они делают не так Но это уже не цитаты из американской прессы Зачастую цитаты наших Вечно желающих каяться Объясните, что у вас происходит на родине? Может быть мы неправильно видим Неправильно понимаем Может быть мы слишком жестко оцениваем Но все-таки у Латвии еще есть пока уникальный шанс Не принять этот закон Было только второе чтение, 2 ноября Но это огромный плевок В сторону вообще всех Кто заплатил ценой своей жизни И жизни своих родственников За право жить вне нацизма За право жить на планете без нацизма Но к сожалению в моей стране К сожалению повторюсь я Это началось не вчера Легионеры в АФНСС получают специальную приплату От Министерства обороны Это там куда мы 2% от ВВП Якобы по требованию НАТО заложили Специальные пенсии лет 15 Они не очень большие Старыми деньгами 50 латов 75 евро Но легионеры получают А красноармейцы не получают этих денег Они не имеют никакого статуса 26 лет Да да коалиция сказала что закон будет принят Правящая коалиция А правительство у нас состоит из правых партий И общее ощущение в Латвии Это безумная обида Которая перешла в усталость Потому что были акции протеста 10 лет назад, 15 лет назад На кухнях все это осуждают Но уже настолько тяжело и больно Тем там особенно детям Узником Саласпилского концлагеря Что как-то уже Какого концлагеря? Саласпилского Если я правильно понимаю По нынешней трактовке Это был никакой не концлагерь Конечно Да, то есть теперь нам объясняют Что вы? Это был чуть ли не Оздоровительный детский комплекс Это был, если точно Воспитательный и трудовой лагерь Так было сказано в одном из томов Работ историков комиссии по истории При президенте Латвии Тогда была в аэровике Фрейберга Вроде потом пытались как-то Эту неловкую фразу редуцировать Но фраза осталась В той же самой книге И пересмотр, к сожалению, итогов Второй мировой войны Он идет И это не война, которая закончилась 70 лет назад Поставили памятник Положили цветы и забыли Она идет каждый день В том, что одна нация К сожалению, в Европейском Союзе бывает Говорит, что мы более достойны, чем другая нация Ты не гордишься своим языком, своей культурой А ты говоришь, что у другого Не до языка, не до культуры Мне очень не хочется всякий раз Произносить слово нацизм Но это явление той самой природы К сожалению, в Латвии это очень актуально Ну вот мы сейчас все стали свидетелями Высшего пируэта пропаганды Но не в моем исполнении Нет, конечно Вам еще учиться и учиться Вот когда вы будете выступать от Израиля В Организации Объединенных Наций У меня нет шанса Я никогда не был гражданином Израиля У вас все шансы есть И будете нападать Вот Тогда вы как-то сравняетесь Значит, хочу сказать, что Андрей был прекрасным журналистом Когда он работал на телевидении У него были очень интересные и острые программы И по-латышски, и по-русски Он вытаскивал политиков на свет и так далее Был нормальным человеком Но как только Латвия выбрала его в Европарламент Вот, он стал совсем другим человеком Господин Леонид, спасибо за минуту славы Но программы не об этом Он почему-то стал обвинять в том, чего нету Понимаете? Ну, он стал пропагандистом Есть такая черта у латышского народа Что он всегда хочет быть немножко святей Попы Римского Давайте не будем персональное дело господина Мамыкина Да Мне понравилась идея Господин Леонидович, вы скажите У вас в прошлом не было должности секретаря комсомольской организации Потому что вот я слышал эти формулировки и вспоминал советские собрания Вот прям так Пируэт, который исполнили Этот перерожденец вот носилось в воздухе А наш был... А теперь... Здесь видите, здесь как в хоре Какой камертон задашь, так и песня пойдет Думаете? Все-таки вы до сих пор советский человек Если... Давайте посуществую Давайте посуществую очень коротко Естественно, для гражданина Латвии Что Советский Союз Что фашистская немецкая Германия Является одинаковым злом И к моему большому-большому сожалению Это для какого такого гражданина? Должен сказать, что Советский Союз В отношении независимого латвийского государства Выступил первым оккупантом И он уничтожил это независимое государство в 40-м году А создал его кто? Это когда Советская Россия в 22-м году Мирный договор подписала с Латвийской Республикой И признала независимостью Создал это латвийское государство кто? Латвийское государство независимое Создалось в результате борьбы разных и многих сил Я обгажаю тебе ответ Вы знаете, чтобы родился ребеночек Все-таки, конечно, могли бороться разные силы Но есть папа и мама Так государство-то создало все Германия и Антанта Значит, как раз при создании государства Ну, вы знаете, про стрелки, которые были сперва На службе царской армии в 15-м году Они в 16-м году, кстати, в эти зимние дни были А в 15-м году вы были в каком государстве? В 1915-м государстве Да-да, вы были в каком государстве? Российская империя была Первая мировая война Латвийская делегация добилась у царя Николая II разрешения о формировании национальных войск И он понимал, что, наверное, все-таки они за свою землю будут драться по-другому, чем части Но я просто к тому, что если вы пытаетесь рассказывать об истории своего государства Нет, не об истории государства Вы не звоните, что в течение немалого периода времени где вы были? Я хочу сказать Я хочу сказать, что есть только несколько государств в Центральной Европе Которые это испытали на своей... Которые знают, могу сказать Это Польша, это Латвия, Литва, Эстония И это Финляндия Которая единственная, на мой взгляд, достойно смогла отдать отпор агрессии Советского Союза И отстоять свою независимость Как мы сегодня понимаем Это было благодаря тому, что они сохранили демократическое устройство Речь идет о том, что вы пытаетесь заболтать проблему нацизма А вы проблему нацизма пытаетесь пришить нам в мир удовольствия Мы не пришли, очень просто Мы Нюрнбергский трибунал Нюрнбергский трибунал тех легионеров, которые были помимо воли, призванной в немецкую армию, не осудил Это где такая формулировка есть? Прочитайте В Нюрнбергском трибунале Что если легионер СС был призван помимо своей воли Смотрите Это помимо воли призвали, да? Вот в 40-м году был... Он убивал и рыдал? Был, да, если он не шел в немецкую армию, его стреляли Был трибунал И? Да Ну и все, и он шел в немецкую армию Так же, как... Прими мученическую смерть, вместо того, чтобы убивать несчастных детей Вы же спросили Вы же говорите про то, что мы возрождаем фашизм, нацизм Потому что вы признаете героев нацистской Германии? Нет, это нет той формулировки Это вы говорите В 90-е годы Мы говорим, что люди, которые были насильно призваны в немецкую армию Так же были участниками войны, как те, которые были призваны в советскую армию Ну хватит, ну мне хорошо напомню Не просто в немецкую армию Так вы в суть посмотрите И смотрим смуть Когда человек выбирает для себя, на чьей стороне он воюет Он определяется А как можно было выбрать? Очень просто Можно было пойти... Да, ставим партизанам Еще в 98-м году Семь в Латвии Приментировали Латышских легионеров Итак, немножечко СС как-то, так сказать, потерялось в названии Где было очень много... Давайте еще раз скажем Это части были СС? Это были части войск СС Добровольческие легионы Подождите 15-19 дивизия Более того Костяком этого легиона Костяком этого легиона Были добровольческие батальоны Латышские, которые получили название Латышские За особое усердие в карательных экспедициях На территории Белоруссии и России И боевое крещение они получили во время битвы На реке Великой Совсем не Латышская река Ну, на самом деле, еще под Ленинградом В 42-м году И что, они бились за нацизм? И более того Они что, были нацизм? Они были члены национал-социалистической партии Даже латышская вспомогательная СД Команда Арыса Была влета в этот легион А сам Арыс командовал батальоном Они боролись за Россию И так далее, и так далее Латышскую легиону Давайте спустимся в 45-м году Против стороны зла На которой были вы Более того, в этой декларации 98-го года Которая не отменена до сих пор Указывается, что латвийское правительство Сеймом Обязывается защищать честь Латышских легионеров СС СС, естественно, так сказать, упускается Что они ни в чем плохом не участвовали Что они не принимали участие Ни в каких, так сказать, страшных делах Что, конечно, опровергается документальными материалами Архивными и показаниями, которые публиковались А сейчас, по сути, в новом законопроекте Я его внимательно прочитал И посмотрел, кто голосовал и как Там 60 из 100 голосовало за депутатов Сейма 22 депутата от фракции Согласия Голосовали против Одна не голосовала И еще 7 различных Потерялись Потерялись, да Более того, даже те, кого в России почему-то считают вменяемыми Голосовали за этот законопроект Например, Ингуна Судроба Бывший госконтролер Латвии Из маленькой там фракции От сердца Латвии Так что это большая проблема Я к тебе вижу проблему несколько иначе Я вижу проблему в том, что Европа столкнулась Неожиданно для себя С таким интересным феноменом Они-то думали, что они выращивают нацизм антирусской направленности А они выращивают нацизм, которого сами в Европе начинают бояться Потому что он не останавливается на антирусской направленности И когда известные партии в Германии начинают заявлять Ну почему? Французы же гордятся своим прошлым А почему мы не можем гордиться немецкими солдатами, прошедшими две мировые войны? И когда Европа начинает друг говорить Ой, простите, кажется, это идет не туда Они не заметили Как выращивая для политической задачи силу Они вырастили дракона, который сжирает их самих изнутри Владимир Вы были бы правы Если бы направляло бы этих людей латвийское государство, которого к этому времени уже не было Поэтому латвийское государство не может нести никакой ответственности за те преступления, которые совершали разные режимы в это время Я вам многократно рассказывал Хватит Если мы говорим об австрийском национализме, немецком, русском, мы можем говорить Но о 200 человек это не серьезный разговор Мы говорим совсем о другом Мы говорим о той тенденции в мире, которая совершенно очевидна О том диком росте, к сожалению, нацизма, который фиксируется практически во всех европейских странах И правых партий Потому что если вы посмотрите, то вот эта грань начинает становиться И на чьей стороне Россия? Россия всегда на своей стороне И кому она оказывает помощь? Потому что любой бред Европы в конечном итоге вываливается на Россию А Россия по привычке сапогом сапогом загоняет ее обратно в логово Хотел начать немножко с другого Но тут перешло на то, что растут правые настроения Да, растут И рост правых настроений Это следствие тех кризисных явлений, которые наблюдаются в Евросоюзе В целом идея Евросоюза с его толерантностью к либерализму На глазах терпит крах И достаточно давно уже вменяемые аналитики говорили о том Что процесс кризиса Евросоюза и выделения национальных государств С учетом всех факторов, которые сейчас долго перечислять Ну хотя бы с учетом миграционного кризиса Безусловно повлечет за собой рост правых настроений вплоть до нацистских Теперь следующее, что касается России и российской проблематики Мы вчера говорили о том, что чем плохо мифологическое мышление Тем, что оно затемняет реальность А реальность на самом деле такова, что ни один народ Восточной Европы То есть бывшего социалистического лагеря Не испытывает благодарности за миссию освобождения А здесь, в Москве, мы постоянно говорим о том, что да, вот они должны быть нам признательны 600 тысяч человек погибло за освобождение Польши и так далее Вот они считают, не я, а они считают, что их оккупировали И в той или иной форме нацистский режим, нацистская оккупация, которая продолжалась максимум 4 года Сменилась российской, советской оккупацией, которая продолжалась практически полвека И третий момент То, что вы сейчас здесь называете реабилитацией нацизма На самом деле в масштабах Латвии Отчасти Польши, ну, в общем, отчасти всех стран Носит, конечно, характер не реабилитации Гитлера И его идеологии Потому что этот режим уничтожен Он похоронен, его не существует И он запрещен И если говорить о возрождении правой националистической идеологии То она, скорее всего, будет в других формах А это, безусловно, реакция на Россию На соседство с нею И это функция от русофобия Если говорить уж об этом Они не хотят быть частью постсоветского пространства А кто-то зовет? Политического При Балтику никто и не зовет Да как вам сказать? Прелесть в том, что как раз никто и не пытается интегрировать Зовут Потому что мы здесь тоже говорим о том, что они не имеют права принимать там какие-то законы И так далее, и так далее Что их государство появилось в результате действий России Не в результате действий России, а в результате распада российской империи Но это все равно действия России Нет, это немножко разные вещи Но Россия могла их собрать и собрала Понимаете, это такая тенденция сложная История ведь крайне субъективна История их не собрала Она их жанова оккупировала Ну это как вы считаете? Ну это вопрос терминологии Тогда и нацизм вопрос терминологии А вот нацизм вопрос Нюрнбергского трибунала Мне кажется, что тема крайне деликатная И требует очень точного конкретного анализа Несомненно, возрождение нацизма в любой форме опасно И в любой случае какое-то оправдание людей, которые там сотрудничали Я не знаю ситуацию Это недопустимо, потому что это противоречит Нюрнбергскому процессу Но это сто процентов Но с другой стороны, мы должны понимать и отдавать себе отчет Что последние четыре года Мы живем Особенно после три года После присоединения Крыма Мы живем в условиях вот этого больного антироссийского психоза И что произошло? Ну несомненно Конечно, Путин правильно говорил Что нельзя, конечно, даже, кстати, Путин говорил Нельзя сравнивать немецкую оккупацию С тем, что он дословно, наш президент говорит Результатом экспансии и навязывания идеи коммунизма и социализма И поэтому проблема для нас состоит в том Что мы же все-таки страна, надо вести до конца Мы совершили антикоммунистическую революцию Вот я взял конституцию И мы живем в другой системе ценностей И мы никуда не уйдем от того несомненного факта Что мы, конечно, освободили эти народы И, конечно, несопоставимо те блага жизни, которые они имели Ну, Польшей я занимался 20 лет Социалистической Польшей По сравнению с тем, какой ужас был во время гитлеровской Германии Но мы никуда не уйдем от того факта Что в результате вот этого навязывания социализма Я говорю, Том, я занимался 20 лет Вся элита и даже руководство партии воспринимало это как навязанное Руководитель отдела пропаганды в СРП в 1974 году У которого я был дома в гостях Он скромно живет Я говорю, что ты? И что он балок Я говорю, почему? А, говорит, мой дорогой Власть нам навязали и мы все равно уйдем И поэтому мы в памяти своего народа Не хотим остаться людьми с привилегиями Это говорил кадр И вот это И вот накладывается Вот это, что опасно Накладывается вот эта память Негативная память О советском системе Которая была навязана С нынешним вот этим антироссийским психозом Вы знаете, кто это говорил? Я недавно был за границей и слушал свободу Настоящее время свободы И выступал министр обороны Эстонии Кстати, по-моему, советский генерал Он говорил, что он служил и так далее И он объяснил Его, кстати, спрашивал диктор свободы Объясните И он из свободы говорит, что крайне опасно И он говорит, вот происходит вот это Значит, с одной стороны, память о том, чтобы нам навязали Другой противоестественный строй А с другой стороны, вот этот антироссийский психоз И он объяснял Я доведу до конца И он объяснял Поймите, может быть, действительно СССР и не хочет нас, Прибалтик, оккупировать Но вот этот страх О прошлом, о сороковом годе Сидит в этом сознании Поэтому, когда мы хотим Точно оценить Несомненно, противостоя любой реабилитации нацизма Мы должны понимать Тот исторический контекст Которым это происходит И только тогда мы можем адекватно оценить А можно заставить бестактный вопрос А капитализм и оккупационные войска союзников А войска НАТО Вхождение в НАТО Тоже потом они будут говорить Видите, нас оккупировали Нам не дали реальной свободы Реального суверенитета Можно я тогда ответить? Можно я отвечу на вопрос? Так вот, проблема состоит в том Что для вас капитализм Это противоестественный строй С точки зрения конституции Которую дала вам власти И вот и так далее Капитализм это нормальный, естественный Человечный Это рынок и так далее Поймите, я доведу до конца И поэтому, поймите Вот для этих народов Где в конституции слово капитализм? И тем не менее Хоть один раз упоминание Слова капитализм в конституции есть? Да, но тем не менее В конституции нету Что в советской конституции Утверждение советских ценностей Руководящей роли КПСС Конечно нет И мы это не предлагаем Я говорю сейчас не про Россию Но скажите мне пожалуйста В нашей конституции Слово запрет или какое угодно Про коммунизм хоть слово есть? Про капитализм хоть слово есть? Про социализм хоть слово в новой конституции Но тем не менее Мы в своей конституции говорим Что мы возвращаемся К традициям прав человека И возвращаемся к традициям Старой государственной Конституции весь советский период Отрицают, мои дорогие Традиции старого государства? Ну и тогда говорят Что-то насколько мы дорогие Хочу напомнить Что капитализм в России тоже был Не самый долгий Хорошо, Владимир А что у нас было в августе 91-го года Что у нас не было Антикоммунистическая Революция Разве вы не видели Как по телевидению Энгель Ельцин Выступает Сидит Хрущев И говорит КПСС больше не будет Как массы не штурмовали И чуть не взяли Если не говорим Нет, я не могу это поверить Давайте тогда скажем Что латвийскую конституцию Изуродовали Приняв преамбулы Вот я думаю Коллеги расскажут Вот Поэтому Мои дорогие Я видел одно Я видел одного секретаря ЦК КПСС Который с другим Секретарем ЦК КПСС Воевал за власть Вот Поэтому Это коренная проблема Поэтому время не вышло Ну послушайте Он мог откуда угодно выйти А как был Так и остался Красиво вышел Через весь сест Кремлевский Во-первых Тезис приравнивания Коммунизма К нацизму Родился здесь В 90-е годы В вашей стране А потом Перешел в Европу Скажите спасибо Тем Кто это поднял В России В 90-е годы Началось это раньше Во-вторых Европа всегда была Фашистской Пронацистской Германский нацист Поддержала Вся Европа Только потому Что он был направлен Против Советского Союза Нет ни одной страны В Европе Где бы не было фашистов Нет ни одной страны В Европе Которая бы не Воевала Вместе с нацистами Даже Испания Которая не вошла Но голубая дивизия Пошла Добровольцы И в каждой стране Были части СС СС Были только добровольцы Не было в СС Недобровольцев В оккупированных странах Не было В Германии В 45-м году Уже стали Брать Говорит Побьешь в СС Если кто сказал Я не хочу в СС Вермахт Пожалуйста Не было проблем А вот В Вермахте Могли служить только немцы Почему? Не только немцы Я советовал бы Я посоветовал бы Дослушать Якова Не перебивая Дальше Отношения Во все Вся Восточная Европа Были фашистские режимы Антоноско в Румынии Хорти в Венгрии Пилсудский И после Пилсудского В Польше Ульманис В Латвии Литва И Эстония Они были аморфны Теперь Пробалтийские страны Получили независимость По декрету Ленина Отстояли По декрету Ленина Отстояли Независимость Латвии Литвы И Эстонии Немцы И Финляндии Немецкий экспедиционный корпус 100 тысяч человек Они воевали в Латвии Не латыши Латыши воевали против Потому что большинство латышей Тогда было в Красной Армии И они воевали Для того чтобы установить В Латвии Советскую власть А против них воевали немцы Которых латыши потом выбросили И вычеркнули из истории Не латыши отстояли независимость И не шла речь о независимости Флоречь Кто будет у власти в Латвии Большевики латышские Или нет И это отстояли немцы И немцы отстояли Финляндию Это Моя конференция научная? Нет, это не научная конференция Это исторический факт Это ваши предположения? Нет, это не предположения Это исторический факт Это ваше толкование? Нет, это факт Исторический факт В Латвии воевал 100 тысячный немецкий корпус И вы вычеркнули его из истории И вы выбросили всех этих немцев из Латвии А стрелки, которые вернулись красные, которые стали белыми. Понятно. В 19-м году? Да, правильно. А Деникина кто громил тогда, Павлович? Ну, значит, история была разная, правильно? Дайте договорить. Не уводите разговор в сторону. Не уводите разговор в сторону. Это просто оскорбление. Правда не бывает оскорбительной. Она бывает для вас болезненной. Сходите на братскую могилу, посмотрите, кто там похоронен. В 18-м, 20-м году. Речь говорит о том, что вся Европа с радостью аплодировала всем фашистским и всем нацистским режимам только одно. Идите против России. И ничего не изменилось. А можно спросить, почему? Сейчас, сейчас, сейчас. Я говорю факт. Почему в исторический период, почему у Европы есть ксенофобия и русофобия, это уже другой вопрос. То же самое, почему есть антисемитизм. То же самое, можно этим заниматься. Но меня не интересует сейчас, почему есть антисемиты. И меня не интересует, почему есть русофобы. А я говорю, а что с ними делать сегодня? Как они образовались, эта история? У нас 2,5 тысячи лет, а в России с того момента, когда Россия стала Россией. И вот эти самые европейские демократы, они и сегодня то же самое. Им не важно, что будет нацизм. Им не важно возрождение фашизма. Они такими же бывали. Франция боролась против нацизма. Никто так не помогал нацистам, как Франция. Никто так не выдавал евреев, как Франция. Больше всего голландцы. Голландцы. Больше всего голландцы. И тогда нечего удивляться, почему они тогда был голландский корпус в СССР. Был бельгийский. Был датский. Был норвежский. Был эстонский. Эстония отличается от всех стран тем, что в Эстонии не осталось евреев. Все прибалтийские республики, народы уничтожали евреев, с которыми они выросли. С нацистами. Сейчас пытаются это оббелить. Так было, да. Они пытаются это оббелить для того, чтобы оправдать себя. И одна из причин, почему сейчас все сваливают на Россию, чтобы они стыдятся сказать. В Польше к власти пришли польские коммунисты. Тех, которых не добили нацисты. И большая часть польской компартии были евреи. Они были уничтожены вместе с коммунистами. А после войны с помощью Советского Союза они пришли к власти. Но это были поляки. И в Венгрии это были венгры. И в Латвии это были латыши. И что? Жители Латвии. То есть они сейчас хотят доказать та власть, которая у нас была. Ее нам навязали. Они пытаются обмануть всех. Сказать, что часть этой Латвии были народы этих стран, которые хотели другой режим. И они его установили с помощью Советского Союза. Но это был польский большевизм. Это был латышский большевизм. Это был венгерский, румынский, не советский. Небольшая пауза, после которой продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пилуар Владимир сказал, что Гитлера на нашей жизни реабилитируют, а на самом деле к этому идет. Ведь вот то, о чем вы говорите, это типичное окно Авертона. Вначале мы допускаем это, а потом уже допускаем все недопустимое. И реально мы вначале оправдываем тех, кто поддержал, по каким-то причинам там свою жизнь защищал, а потом мы оправдывать будем уже тех, кто все это организовал. На самом деле история повторяется. Вот история с 30-х... И чем сильнее будут в Европе антисемитские настроения, тем выше вероятность реабилитации. Все взаимосвязано. Антисемитские и русофобские настроения взаимосвязаны. Абсолютно. Они могут иметь чуть-чуть отличную природу, но они взаимосвязаны. И смотрите, что происходит. На самом деле действительно 30-е годы повторяются. Только сейчас вместо Германии, которой попустительствовала вся Европа и помогали Соединенные Штаты всячески. Помогали на самом деле все. Вместо Германии это вся Европа, которая тоже не готова ответить на вызовы. Которая тоже унижена и оскорблена только немножко другими причинами это мотивировано. Все это варварское дошествие с юга. Это невозможность собрать под эту идею, об этом, кстати, господин Ситтин сказал, собрать под эту европейскую идею нации свои, нацистская идея, националистическая идея, сверхнационалистическая идея всегда появляется тогда, когда нет здравой идеи. И вначале американцы, а в данном случае я вижу здесь чисто руку Соединенных Штатов, позволяют таким режимам, как режимы прибалтийские, использовать это в своих личных корыстных целях для сохранения своей власти, для поддержания своего режима. А в итоге это зараза распространяется. Просто по всей Европе это наркотик, это болезнь, которую, если в одном месте не вырезать, не остановить, она распространится по всей Европе. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы Владимир оказался той самой Кассандрой, но к этому идет. Я не буду заниматься наукой. Есть прекрасное исследование Нольте, гражданская война в России и Германии с 17-й, 45-й год, которая посвящена главной проблеме. Каким образом Запад и почему он поддерживает фашизм. Почему? Вспомните речь Муссолини после похода на Рим. Я не помню. В парламенте что он говорит? Мои дорогие, либералы не могут противостоять. Вы хотите, чтобы в Италию пришел Дзержинский со своим ЧК? Разве мало? Он называет цифру 186 тысяч. Вот этот страх советизации, страх, что большевистский режим распространится на всю Европу, как известно, и Англия. А Черчилль что говорит? Кстати, Черчилль в тот период очень сильное антисемитское настроение. Посмотрите. Да, это хор. Мой вопрос. И вот Черчилль больше, чем евреев ненавидел Индушев. Да, абсолютно. И Индушев ненавидел патологически. надо быть объективно исторически. Действительно, в то время, к сожалению, повторение советского опыта, повторение жуткого для них, для европейца истории СВЧК, как раз А почему отдал консистенции? А чем история СВЧК была более жуткой, чем история англичан и их поведение в Бурской войне? Тем не менее, тем не менее, у них был, у них был, да, но тем не менее, у них был, у них был, СВЧК. Ну, мои дорогие, но тем не менее, факт остается историческим фактом. Если вам не нужен Черчилль, возьмите Бердяева, возьмите Ивана Ильина. Страх, это дословно, страх перед советизацией Европы, к сожалению, привел к этой безумной поддержке Гитлера. Тем более, Гитлер пишет Майнкап в 26-м году и там весь его очевидение. Уже видно. Подождите, если же история, то история. Гитлер унаследовал свой антисемитизм из Вены. Так как раз на его глазах тогда молодого начинающего, еще художника, даже а не политика, были знамениты выборы Вены, которые выиграл мэр с разгромным результатом, именно играя на этой скрипочке антисемитизма. Муссолини очень сильно зависел от русской социал-демократии. Мы хорошо знаем, какую роль его жизни... Вы ближе к Роцкому? Нет, 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 нет. Там был гораздо сложнее. Его жизнь не сыграла большая роль замечательная женщина, которая потом, кстати, в опломбированном вагоне вернулась в Россию, а в 65-м году скончалась в Риме. Это все известная история. Даже подозревали об очень плотной романтической связи. Владимир Челенин спрашивал, не уберегли нашего Бенитушку. И Муссолини говорил, что именно его путь это средний путь. И напомню, что... Третий путь. Ну да, это и есть. Он дословно... Книга называется Третий путь. И напомню, что именно тот же самый Муссолини называл Гитлера грязным животным за его версию. Поэтому страх у него был перед Гитлером в каком-то этапе еще больше. Все тогда ненавидели друг друга. И каждый раз, когда вы говорите об ужасе советской власти, хочу напомнить, что советская, вот по своей сути, родилась из недр европейской социал-демократии. Не надо сюда придумать антироссийские настроения. А Марксин совсем... А Марксин не русского корня, да? Да, все правильно. Извините, я, конечно, не историк, но у меня как-то прям... Абсолютно согласен. Все верно. То, что... То, что... То, что вы называете... То, что... Господин Цепко, то, что вы называете причиной, это был предлог выдуманный. То же самое, как предлог сегодня против России это власть Путина. Это был предлог. А в этом, в основе стояла ненависть к России, русофобия, которая была еще во время Крымской войны и до Крымской войны. Не было никаких причин. Какая же эта ерунда. Что говорит Гитлер России? Читает Майнкарф. Это великая нация. Это Гитлер Майнкарф пишет. Вы русские говорите. А большевики убили Россию. А вспомните, что говорит Энгельс о русской армии. Своей знаменитой работе армии Европы. Мы же не говорим о Энгельске, время Гитлерии. Нет, мы говорим о традиции еще раньше. Володя, вы меняете предмет разговора. Вы стали говорить о долгой русофобии. Я говорю, что русофобия была в 19 веке. О том, что в данном случае у Муссолини вообще никакой русофобии близко нет. Нет у него документов и так далее. Мало этого, напомню, что Муссолини в 19 веке. И напомню, что Муссолини в 42-м году в 42-м году Муссолини писал Гитлеру, давайте заключим союз со Сталином и нападем на Англию. Мы совершаем большую ошибку воюю с Россией. Гитлер, когда он издавал приказ уничтожить 70% русского народа, он не думал о том, что это великий народ. То, что он пользовался демагогией, это другой вопрос. Это была демагогия, когда он говорил. Конечно. Но его цели были уничтожить большинство славянских народов. И тот, кто хочет уничтожить, он не говорит, что они великие. А Муссолини цинично использовал конъюнктуру. Потому что в Европе это шло хорошо. Так же, как сегодня против России, так и тогда. Против большевизма это идет. И за это прощают все. И сегодня против России прощают все. Прости, Армен. Не трат. Я думаю, что все все видели сегодня. Тут даже нечего комментировать. Тут платить и каяться. Ах ты, бедные и несчастные. У одних паника по поводу сорокового года, у других паника по поводу тридцать девятого. Скажите, паникующие вы мои, а че ж вы не паникуете по поводу сожженной хоральной рижской синагоги в июле сорок первого года? Че ж поляки-то такие светлые образы не паникуют по поводу взорванного храма Александра Невского, крупнейшего собора, между прочим, на территории Восточной Европы, если не вообще всей Европы? Че ж поляки-то такие светлые, не хотят нам ничего рассказать про акцию августа сорок пятого года? Завершим дело Адольфа Гитлера. В нашем МИДе лежат эти документы. Что, напомнить, может быть, об этом? Вот это наша главная беда. Мы позволяем вам говорить вот такие подлости и гнуслости. Вот вы тем самым и реабилитируете нацизм. Потому что вы начинаете говорить, вот у Муссолини не было этого, а у Гитлера не было русофобии, аж на до 43-го года. Вы хорошо знакомы с его выступлениями 28-го года, 29-го. В Майнканф, который вы тут процитировали, нет ни единой фразы про величие русского народа. Кому вы здесь это рассказываете? Я вам приведу там 10 фраз. Я вас не перебивал, дайте мне договорить, пожалуйста. Это первое. И второе, что с этим теперь совсем делать? Знаете, тот философ, которого вы упомянули, Иван Александрович Ильин, он однажды очень верно заметил, что в событиях 17-го года не надо винить никого, надо винить всех. Вот мы, к огромному сожалению, действительно являемся проприемниками Советского Союза. Нам стыдно говорить о многих вещах. Мы стыдимся рассказать полякам про то, что творилось с русской православной церковью. Мы стыдимся напомнить латышам и эстонцам про зверство их дивизии СС, якобы добровольных. Мы стыдимся лишний раз сказать, что вот Израиль почему-то наверное поступал правильно и с такими подонками, как Цукурс, иначе нельзя. Мы все время стыдились. Мы стыдились на протяжении 45-го по 91-й год. Уже нет Советского Союза, действительно в Конституции написано, нет этой идеологии. А мы все продолжаем стыдиться. У нас поколения выросли в том, что нам стыдно сказать, что нас шли убивать. И вот мы приходим в 2017-й год, где нам, сидя в Москве, начинают рассказ о том, что, оказывается, в СС были, в общем, вполне нормально, ребята, их же оправдали. Ну а что тут? И Гитлер, в общем-то, до 43-го года, он нормальный политик. Довели азиатские орды до самоубийства. Следующий этап какой будет? Рейхсфюрер не знал о том, что делается в Алшицбергену? Или, может быть, Розенберг не писал миф 20-го столетия? Нам на государственном уровне пора перестать валять дурака. Я это уже много раз говорил и еще раз скажу, до тех пор, пока у нас не будет создана специальная государственная структура, которая будет отвечать вот за все вот это, пока мы будем перекладывать с Министерства обороны на Министерство иностранных дел, с Министерство иностранных дел на Россотрудничество, с Россотрудничество, словно, на фонд, да, Володь, исторический памятник, который должен нам за всех отдуваться, фонд тоже на кого-то, у нас не будет результата. Надо понять, сегодня против России идет последовательно, целенаправленная, очень грязная информационная война, имя которой русофобия. Или мы начнем на это на все отвечать, или тогда ждите нам к столетию при нашей жизни действительно победу в Великой Отечественной войне реабилитируют Адольфа Гитлера. Базовый фундамент сегодня вот здесь прозвучал. Надо еще только сказать. Очень мне нравится страстность вашей речи, я абсолютно согласен. Особенно я хотел бы здесь согласиться с Яковом, и я видел, как слезы наворачивались у вас, когда вы говорили про свою личную семью и свою судьбу. Я хотел бы сказать, что безусловно, Холокост является самым отвратительным преступлением в истории человечества. И он никак не может поддерживаться, он всячески осуждается. И если есть, хоть известен один преступник в Латвии или в Эстонии или в другом месте причастный к Холокосту и не осужденный до сих пор, скажите, пожалуйста, мы будем первые, которые подадут на него в суд и осудим его. Холокост начинался с бытового антисемитизма, из факельных шествий, которые в Латвии сейчас на каждый день не зависит. Дайте договорить. Сегодня 2017 год нету ни Советского Союза, дорогие мои, ни фашистской Германии. Мы живем сегодня. Совсем другие реалии. Слава Богу, есть государство Израиль. В конце года к памятнику свободы, раньше только в местах массового захоронения, уже к памятнику свободы кладутся свечи, как лучи солнца от этого памятника. В честь Холокоста. Мы скорбим. Да, наши люди принимали в этом участие. Но это не было государственной политикой латвийского государства. Простите нас, пожалуйста, что мои земляки в этом принимали участие. Я с вами, мы с вами. Но хочу сказать, но хочу сказать, что за те поправки в организации объединенных наций, которые вносит Украина, Америка и вносит Израиль по поводу осуждения Холокоста. Осуждения... Да, понимаете, ситуация неоднозначна. И приписываю, сегодня, сегодня, простите, пожалуйста, есть пропаганда. Ну вот смотрите, по вашему же каналу идет фильм, рекламируется три дня, значит, преступления латышских стрелков в ритуальном убийстве царской семьи. Я дождался этой передачи. Что же там такое было? Латыши натворили против царской семьи. Какое же ритуальное было убийство? Мне об этом ничего не известно. Да, вот смотрите, а оказывается, что на самом деле латыш-коммердинер Николая Второго пошел, так же, как врач Водкин, на смерть вместе с ним. А латышские стрелки, которым сказали, что надо будет стрелять в империатриц и в наследника в Алексея, отказались стрелять. Они сдали оружие и ушли. То есть, три дня говорили, что латыши причастны к ритуальному убийству царской семьи. Оказалось, что они не только не причастны, они отказывались. Видите, дело не в этом. Я говорю, что давайте не будем эту пропаганду дешевую тянуть. Она сегодня вредит нам всем. Пока речь не о пропаганде, вы приняли закон. Нету фашистов, откройте глаза. Вы приняли закон. Если нет фашистов, что же за закон-то вы приняли? Все, уже закон об образовании, который примут, где образование можно получать... Но у вас будет возможность сказать о все. Нет, пока не обвиняли. Скажут все, но просто не все сразу. Я вас очень уважаю. Вы обязательно сейчас скажете, честное слово. А закон об образовании, который примут в следующем году, что образование в школах Латвии возможно только на латышском языке. Это калька с украинского закона, который был осужден 11 декабря в Венецианской комиссии по требованию президента Пассе. Но вы же знаете, что это есть в Латвии. Почему вы сейчас лукавите, господин Лелайс? То, что вы говорите про мою страну, и мы с вами граждане одного государства, отцы-основатели Латвийской республики сейчас переворачиваются в гробах. Немножко не латыш, а немец Пауль Шиман. Немножко не латыш, а русский Милетий Калистратов и великий латыш Янис Чакста, основатель этой страны, придумали ее так, что всеми даже можно было говорить на трех языках. На латышском, русском и немецком. А преамбулы, как совершенно справедливо было отмечено чуть раньше. Вы мою страну превращаете в латышский заповедник. Это ли не ростки нацизма? Я не хочу жонглировать этими словами. Но это ли не тот самый душок, о чем говорил Яков Кедми? И мне сейчас действительно все равно, почему и где, откуда взялась русофобия в 15 или в 19 веке. Я просто понимаю, что это вопрос совести. Чей, вот для вас кто герой? Для меня герой Жанни Слипки, латыш, который рискуя жизнью, сотни жизней спас евреям, он стал праведником мира. Для меня герои, те солдаты и моряки, которые ходили под флагом даже Латвийской республики, а не под советским, просили у союзников оружие и воевали с нацистами. Почему 28 лет в Латвии нет памятника даже вот этим вот морякам торгового флота, которые воевали с нацистами? Под флагом независимого латвийского государства вместе с антигитлеровской коалицией. Сильно. Так, так, так. Сочисти. Да, пожалуйста. У вас пламенная речь. Ну, во-первых, это разные проблемы. Несомненно, можно говорить о чьих других преступлениях поляков. Были поляки, которые спасали детей из гетто. Вот моего друга Богдана Готовского спасла. И были поляки, которые помогали этому, участвовали на Косте. Это всем известно. И это очень для поляков скорбные факты. Но это другой, это другой несомненный факт, что они все-таки в массе воспринимали вот то, что произошло после 45-го года, как нечто навязанное им. И, кстати, ну, это невозможно отрицать. У них другая культура, и поэтому вы никуда от этого факта не уйдете. Но самое главное, меня в данном случае не интересует уже столько судьба поляков, сколько наша собственная судьба. Поймите, что в вашем сознании вы жестко связываете русскость с советскостью. Это абсолютно неверно. Вся русская элита, все русские философы, подавляющая часть писателей были, можно я договорю до конца, воспринимали большевизм и Октябрь как трагедию. Этим пронизана вся русская классика. Связывая советскость с русскостью, вы восстали практически против Достоевского, против всей русской культуры. И поэтому я кончаю на это. Надо, я до конца говорю, строи приходят и уходят, вожжи уходят. Нация, ее культура остается. И, на мой взгляд, буду о русскости и о русской нации, о культуре ни в коем случае не надо. Я согласен с Володей. В конце концов, весь этот эксперимент не вытекал из русской культуры. Он вытекал из марксистской идеи и приехали, его навязали интернационалисты. Кстати, все чекисты, Петерсон, Лацис, кстати, в этом можно упрекать латыши. Да, латыши. Они никакого отношения к России не имели. И весь эксперимент, но никак не в фашизе. Если вы думаете о России, что во всем виноваты евреи, совратившие добрый русский народ. Удалось сделать Советское время победа. Но если вы свяжете, вы лишите нас будущего. Откажитесь от этого. Да не я связал, а история связала. И могу вам рассказать даже, когда это случилось. В 1945 году один из лидеров Русского общевоинского союза. В 1945 году? Крупнейший иммигрант. Да слушайте меня, я же вас не перебивал, но в самом деле. Все, давайте. Вице-адмирал Кедров, правая рука генерала Врангеля по эвакуации русской армии из Крыма приходит в Советское посольство в Париже и просит дать ему советское гражданство. И вы после этого будете рассказывать о том, что нет взаимосвязи между русской и советскостью? Но переставьте. В 1945 году так победа была. Почему победа была? Потому что русская связала советскостью. Вы определитесь. Значит, тогда с вашей точки зрения, если вы делите русскость и советскость, значит, тогда вы должны в Второй мировой войне быть вместе с генералом Шкуровым. Я нам больше не о чем говорить. Вот он точно был абсолютно стопроцентный на русских позициях. кто совратил-то великий русский народ и навязал ему советскость, которую он так блестяще воспользовал, создав великую империю? То есть, ну, вы сейчас обвините нас в меньшинство, как вы начали... Ну, мой дорогой, это не была великая империя. Как только кончила советская власть, все распалось. Убрали КГБ, цензуру, и все распалось. Какая великая империя? Великая империя, если она существует... когда распалась, ее тоже, считаем, не было? Так ее уничтожили. Но она распалась. Она изнутри была, ее внешне, а здесь уничтожили сами. Российская империя тоже была великая. Его не совретили. Против Октября были. Их просто обманули. Ну, так давайте... Кто обманул русских народов? Я вам хотите объясню. Большевики, давайте... Ага, понятно. Срочки, давайте... Вы рассказываете? Я правильно... Я эту версию... Я эту версию слышал много. Это не версии, ее описывают. А зачем вы меня спрашиваете? Объясню, потому что я не знаю. Зачем вы меня спрашиваете? Объясню, потому что я не уверен, что вы осознаете, что вы сказали, но вы только что сказали, что нацменьшинство. Я не говорил этого. И вы стали перечислять представителей этих меньшинств. Они были представители европейской... Вели в соблазн русский народ, совратили его. Я не говорил, что в соблазн. Слушайте, в конце концов. Я говорил. Октябрь был, во-первых, до конца послушайте. А пишет самое... Лев Троцкий пишет про чит истории русской революции. Мы здесь все читали. Да, читали, тогда... Повторите, да. Но у меня впечатление, что вы его не читали. Он прямо говорил. А я не знаю, почему. Мы опрещали, трясали. Никакими историческими основаниями нельзя оправдывать нарушение прав человека сегодня и нарушение прав будущих детей. Понимаете? Это не вздор. Если вы посмотрите процент славян в большевистском движении, если вы посмотрите процент славян, которые также принимали участие в ЧК, если вы посмотрите процент самых разных народов, то вы с печалью для себя убедитесь, что попытка найти виноватую нацию обречена на поражение. И когда вы говорите о великой русской литературе, то хочу вам сказать, что, пожалуй, в Достоевском гораздо больше провидения советской справедливости, чем у многих других. Как у Короленко. Как и, извините, не случайно же советская власть поднимала на свой щит великую русскую классическую литературу, которая полностью соответствовала представлениям великого Советского Союза о гуманизме. Абсолютно нет. Серьезно? Нет? А что же мы тогда их изучали в школе? Абсолютно нет. Вы, сущность этой школы, в школе вы кого изучали? Достоевский, жизнь человеческая превыше всего. Марксист, мой дорогой, говорит, что жизнь человеческая ничего не стоит. Можно симпософировать сколько угодно. Маркс говорил, можно уничтожать революционный террор. Для Достоевского был Бог. Бред. Для Достоевского был Бог выше всего, а не человеческая жизнь. Так что бред не знает Достоевского. Для него было никакими коммунизмами, не рассказывайте мне сказки. А человеческая жизнь, свобода выбора, свобода совместа, Достоевский писал о другом. Достоевский, как человек глубоко религиозный, как раз говорил совершенно о другом свете. Мой дорогой, вы будете Достоевского с Константином Абротимым. Мы говорим о сегодняшнем. Вы даже этого не знаете. Константин, не он, твой, 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 твой. Но это же не ваша лица общая программа. Это вы сейчас мне рассказываете, что я путаю Достоевского с Константином Леонтьевым? Я не знаю. Потому что Леонтьев объяснял вина Достоевского, что он любит, посмотрите Леонтьева, что он любит этого живого человека. А то, что вы говорите, а Константин Леонтьев говорил, надо любить идею Бога. Я вам посоветую перечитать бесов. Найдете интересные портреты. Мы не можем. Но мы говорим о том, что происходит сейчас и что в ближайшем будущем из тенденций превратится в политический факт и мейнстрим. А именно, что никакие фантомные боли, реальные или выдуманные, 40-го года или какого-то еще не могут, не должны быть основанием для нарушения прав человека и различных групп людей в наше время и сегодня, тогда как мы видим, что под сурдинку разрушения Советского Союза весь постсоветский период, если мы берем Центрально-Восточную Европу и Прибалтику, все эти тенденции нарастали. А вот уже после разразившегося кризиса на Украине, там просто скатушек слетели. Последние остатки, так сказать, каких-то вежливости были сметены и на сегодняшний день все эти процессы за последние три года ускорились и мы видим, что на сегодняшний день, можно спорить, как это было в первой десятилетии советской власти, но на сегодняшний день поскреби нарочитого антисоветчика и ты обязательно найдешь, так сказать, русофоба. Это классическая фраза. И, кстати, если уж говорить о диалоге, то, конечно, диалог 19 века это не диалог Достоевского с Константином Леонтьевым, это диалог Достоевского с Ницше. Потому что как раз кто я, тварь дорожащая или право имею, и ответ Ницшеанство, для которого как раз Бог умер. А для Достоевского как раз Господь жив и отражается в слезинке ребенка. Так вот, чуть-чуть. Извините за мой низкий уровень культуры и начитанности. Ну, абсолютно, кстати, не так все просто, а ребенки по-разному трактуются, если вы хотите. Трактовать можно, но Достоевский... Ивана Карамазова трактует по-разному. Напомню. Благодаря ребенку, как известно, Иван Карамазов остает против Бога. Это известная вещь. И чем это заканчивается? Бросаются в глаза две тенденции. По ту сторону явным образом рост правых идей и того, что мы здесь называем реабилитацией нацизма. По эту сторону тенденция еще интереснее. Наблюдается симбиоз понятия русофобии, как ее видят из России, и антисемитизма. На самом деле антисемитизма на сегодняшний день в Европе не наблюдается. Не может быть. Да. Не может быть. Объясните, это евреям Франции, которые не могут пройти по Парижу? Пройти. Объясните, это евреям религиозному, которые в Паризе бьют на улицах. Простите, дайте договориться. Извините, в электричке до Страсбурга, до Европарламента опять написано «Юденфрай». Почему это вдруг баллончик? Кто это вдруг написал? Ну да, и с арабами все хорошо. Значит, что мы еще наблюдаем? Мы забыли совершенно о том, что родиной антисемитизма на самом деле является не что иное, как Российская империя конца 19-го, начало 20-го века. Владимир, а что вы смеетесь? Ну, не просите, просто для меня, как для еврей, как и для Якова, довольно печально. Ну да, что печально? Рома Йоркского собора, начало 240-й год. Нет. Ну, просто потому что, не хочу никого обидеть, но антисемитизм чуть древнее. Нет, а теоретический антисемитизм. Работы Нилуса, Шульгина, Шмакова. Да, но и они не были первооткрывателями в этом проблема. То есть, они приложили бесспорно свою руку. Просто, когда вы говорите о пионерах, ну, не совсем. Вот, поэтому, нет, здесь как раз, вот это вот стремление русских приравнять себя к евреям, как жертвам, и опасение возрождения нацизма под видом русофобии, оно мне совершенно очевидно. А между тем, разница между русскими и евреями, она очень велика. Долго тут перечислять, но она очень велика. Но и очень много схожего. И принципиально. Да, и очень много схожего. Притом и принципиально схожего. Речь ведь не о русофобии одной, не о ксенофобии в принципе. Речь о нацизме, о национализме в крайней форме, который сейчас в Европе возрождается. И превратится ли он в настоящий нацизм, или все-таки умрет как тупиковое явление, это от нас зависит. Если мы не будем называть вещи своими именами, то произойдет то, что произойдет. Потому что в начале вот этих пивных баварских, вот так вот и все и рождалось. В начале-то были разговоры. Да, у нас теперь, да, кстати, с коллегой полностью согласен. Разговор на телевидении. Можем договориться, даже у нас можем договориться. Это очень опасная игра. Обычно у нас, к сожалению, зачастую, когда слушаешь некоторых граждан, в некоторых СМИ волосы становятся дыбом. Ну, это, к сожалению, и у нас. Во-первых, русскую империю разрушила русская армия и русская российская аристократия. Она ее похоронила в феврале. Русскую армию, временное правительство уничтожило летом 1917 года. Она перестала существовать. Государство российское перестало существовать к октябрю. Оно валялось. Каждый мог взять. И большевики взяли, потому что они были единственной целеустремленной государственной силой. Во-вторых, коммунизм, я уже говорил, не судите о коммунизме по репрессии. Так же, как вы не судите о христианстве по инквизиции. Это разные вещи. А в отношении того, что происходит сегодня, не надо путать причины и предлоги. Причина русофобии, как разновидность ксенофобии, была в основе нацизма и фашизма в Европе. И только из ненависти к России. Вся цивилизованная Европа поддержала это. И поддерживала нацизм только для того, чтобы он был направлен против России. Сегодня одна из немногих демократических стран, в которой разрешена нацистская партия, нацистская символика и проходит свободные демонстрации нацистов, это Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста, под охраной полиции. И ненависть к стране, она у вас тоже находится. Я не люблю вмешиваться в наши внутренние дела. Но когда Навального спросили, а почему он участвовал в демонстрации фашистов и российских нацистов, он сказал, чтобы поддержать свободу слова. Так же самое. Когда люди ненавидят эту страну, вашу страну и ваш народ, они готовы признать кого угодно и пользоваться любой причиной. Искать в вас любые недостатки, чтобы оправдать свою ненависть к вам и свою политику, и свою ксенофобию. Так это было с евреями, так это с Россией сегодня. И то же самое с Трибалкикой. Сожаление должно уже завершать. На этом пока все. Спасибо всем, кто провел этот вечер с нами. И увидимся завтра. Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев. Не идите спать, идите читать.